Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, на очередной программе субботней школы. Мы продолжаем изучать удивительную книгу, Евангелие от Марка. И в этой книге мы видим нашего Господа Иисуса Христа, который совершает чудеса в жизни разных людей. А это значит, что Он и сегодня способен совершить чудо восстановления в твоей и моей жизни. И не только в жизни нашей, но мы убеждены и в жизни наших друзей и знакомых. Поэтому призываем вас поделиться просмотрами на эту передачу со своими друзьями, нажимая кнопку «Нравится», «Поделиться», копируя ссылку и рассылая в социальных сетях ссылки на христианские передачи, вы знакомите своих друзей с Господом. А это значит, что они могут обрести веру и, в конечном итоге, спасение. Сегодня в этой студии приглашены мои друзья, семья Ляху, Роберт, пастор церкви, его супруга Наталья. Добро пожаловать. Спасибо. Наша тема посвящена сегодня темой исследования «Чудеса Иисуса Христа». Скажите, что можно назвать чудом? Что событие, а вот это чудо. Что вы называете чудом? Ну, чудо, наверное, это то, что нельзя объяснить никакими законами, вот, и не физическими законами, не что-то необычное, вот, что происходит в жизни человека. Сверхъестественное. Сверхъестественное, да. Скажите, а в вашей жизни были такие события, которые нельзя объяснить, ни законы физики, ни логики, и вы это называете сегодня чудом? Ну, думаю, что у каждого из нас в жизни есть и были, и есть такие ситуации, когда мы не можем это объяснить, и из-за невозможности объяснения мы убеждены в том, что это не что иное, как чудо. Вот, допустим, такой короткий опыт, когда мы ехали, с богослужения возвращались, и по дороге не было никого. Интересно, что это я могу подтвердить, и моя мама, которая сидела рядом, не было никого. И до, и после, но когда мы поравняли, ну, когда мы проезжали определенный отрезок участок, мы услышали человека, который окликнул нас, окликнул нас. Мы притормозили, осмотрелись, его не было никого, мы подумали, может быть, там что-то показалось. Но именно из-за этого голоса мы приостановились, снизили скорость, сбавили скорость, и это помогло нам избежать страшной аварии. Я убежден, что это была бы смертельная авария. И на сегодняшний день я считаю, что это чудо, убежден в этом, что это чудо, и это был никто иной, как ангел, который спас. То есть этого человека физически там не было? Но вот этот отклик задержал вас на несколько мгновений, которые предотвратили столкновение с другой машиной. Как происшедшие чудеса влияют на ваше мировоззрение или на ваше решение, на вашу жизнь? Ну, если говорить в данном конкретном случае, то я хочу сказать, что это меня еще раз убедило в том, что Бог реален, и Бог и сегодня продолжает совершать чудеса. Он не оставляет нас так вот, что мы были предоставлены воле случая, но все, что происходит, происходит во воле Божьей. И Он вмешивается в определенных ситуациях, вмешивается в нашу жизнь. Спасибо. Да, Он всегда рядом с нами. Мы это чувствуем в каждый день. Просто многие люди не замечают этих чудес. Им кажется, что это само собой, либо это просто повезло, То есть, когда человек не доверяет Богу, ему кажется, что все должно было быть именно так. Но мы знаем и верим, что Господь всегда нас ведет, и Он помогает в разных ситуациях. Да. Мы приглашаем наших друзей вспомнить о необычном случае в вашей жизни, который вы называете чудом, когда Бог вмешался в вашу жизнь, и это событие необъяснимо ни физикой, ни другими науками, но вы понимаете, что это сверхъестественное событие, за этим сверхъестественным событием стоит никто иной, как Господь. А сегодня мы познакомимся с двумя главами, посвященные теме чудес Иисуса Христа. Но прежде, чем мы откроем страницу Священного Писания и прочитаем эти истории, приглашаю вместе с нашими друзьями просить у Бога мудрость и руководство. Помолимся. Наш дорогой и любящий отец, мы очень благодарны Тебе за жизнь, за здоровье, за охрану. Благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое, которым Ты даруешь каждому из нас надежду, и за обетование, которое Ты нам даруешь, что Ты не оставишь нас, не покинешь в любой ситуации. Просим, благослови Ты нас, Господь, в изучении этого урока. Благослови всех наших родных, всех, кто изучает Слово Твое, кто ищет Тебя, Господь. Ты услышь каждого, и будь Ты прославлен и возвеличен в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа просим, благодарим. Аминь. Аминь. Итак, первая история, чудо Божие, которое произошло на Галилейском море, описано евангелистом Маркой в 4 главе 35 по 41 тексты. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою. Как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. «И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим и говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему». Чудо! Какой урок мы можем извлечь из этой истории и в каком качестве выступил здесь Иисус? Почему один из учеников не спросил, как у него это произошло, каким образом он это сделал? Он не ищет объяснение этому чуду, но задает вопрос, кто сей, в каком качестве здесь выступает Иисус? Здесь Иисус был очень уставшим, и он очень быстро уснул. И когда он уснул, ученики как бы растерялись, можно сказать, потому что, когда буря поднялась, они сильно испугались. Значит, они не полностью доверили Иисусу. Здесь Иисус как спаситель, как утешитель в этой ситуации. Он их спасает и от бури, и от страха. Он их успокаивает. И они понимают, что всё-таки Бог с ними, но у них была слабая вера. Ну, Иисус уже им говорит, «Почему вы боитесь? Я же с вами». То есть Он дал понять, что они должны всегда быть спокойны, даже если Он спит. Даже в нашей жизни, нам кажется, что вот-вот такие болезни, войны, бури разные. Бог уснул. Да-да-да. Он забыл. Где Бог? Почему Он нам не отвечает? Мы молимся, молимся и ждём ответа. И часто ответ не сразу приходит. Ну и мы начинаем немножко страх у нас, колебаться. Но Иисус говорит, «Я с вами. Просто доверьтесь Мне. Ждите». Важно не то, что с тобой происходит. Важно, кто с тобой. А присутствие Бога в нашей жизни, Его обещание быть с нами, даёт нам уверенность о том, что тот, кто управляет природами, стихиями, Он успокоит и стихии в нашей жизни. Будь то стихии конфликтной ситуации, или семейных ссор, или стихии болезней, или каких-то несчастьей, Бог управляет обстоятельствами. Следующая история, Евангелие от Марка, пятая глава. Они вышли на другой берег, в страну Гадаринскую. И вот, когда Он вышел из Лудки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистыми духами. Он имел жилище в гробах. Никто не мог Его связать даже цепями, потому что многократно был Он скован оковами и цепями, но разрывал цепи, разбивал оковы. Никто не в силах был укротить Его. Всегда ночью и днём в горах и гробах кричал Он и бился о камне. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему. И, вскричав, громким голосом сказал, «Что тебе до Меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклиная Тебя Богом, не мучь Меня!» Ибо Иисус сказал Ему, «Выйди, Дух нечистый, из сего человека!» И спросил Его, «Как тебе имя?» И Он сказал в ответ, «Легион имя Мне, потому что нас много!» И много просили Его, чтобы не высылал их и звон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней. И просили Его все бесы, говоря, пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. Устремилось стадо скрутизны в море, их было около двух тысяч. Потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли, посмотрите, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, он сидит и одет в здравом уме и устрашились. Видевшие рассказали им о том, что произошло с бесноватым и о свиньях. И начали просить Его, чтобы отошел от пределов их. И когда Он вошел в лодку, бесновавшийся, просил Его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к Своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Удивительная история. Можно много уроков извлечь, много интересных подробностей. Как вы считаете, почему Иисус решил изгнать бесов из этого человека, хотя никто Его об этом не просил? Что это за человек? Что за жизнь этого человека? Почему Его так боялись? Где Он жил? И почему Иисус пошел в то место, которое обходили… Правоверные иудеи. Да, все. Не только иудеи, но и жители гадаринской местности. Но Иисус пошел. С какой целью Он пошел и совершил это чудо? Да, ну, конечно же, из всех трех евангелистов, Марк, Лука и Матфей, Марк самокрасочно описывает эту историю. Вот, и вы, когда читали, я вот погрузился и пытался представить, как это все. Я думаю, что и наши слушатели, и зрители, они тоже пытались представить. Эту картину себе. Конечно же, следует отметить, что исцеление или исцеление, освобождение от бесов, от нечистых духов было неоднократно в жизни, в служении Иисуса Христа. И самое интересное, что у евангелия Смаркла, уже в первой главе, мы читаем в 24 стихе, что он начинает свое служение с синагоги. И в синагоге, как бы это странно ни звучало, тоже есть человек, который был одержим Духом. И вот, и в том случае, и в этом случае мы видим, что человек, который одержим Духом, он приходит и падает вниз, то есть поклоняется, и высказывает, и когда он говорит, что ты Сын Божий, признает это, это не говорит человек, который одержим, а в нем говорят эти бесы, которые в нем находятся, то есть признают, что Иисус Христос все-таки Сын Божий, потому что один человек, он, может быть, не всегда убежден, и не всегда был убежден, и не всякий человек был убежден, что это был Мессия. Может быть, у них какие-то мысли были, но в данном случае мы видим, что бесы признают. И вот здесь мы читаем о том, что когда Христос задает вопрос, как тебе имя, он называет и говорит нам имя мое Легион. Конечно же, что такое Легион? Легион в римской армии, Легион насчитывал около 6700 воинов, из которых 6000 было пеших, и 700 было конных воинов. В некоторых случаях, не всегда, конечно же, мы должны понимать, что не всегда Легион, или Римский Легион, был в полном составе, как правило, это 2000 было, меньшее количество, значительно меньшее количество. Но несмотря на все это, здесь, скорее всего, не столько нам важно или не столько хотели не сказать о точном количестве, сколько было бесов одержимых, то есть находилось в этом человеке, сколько, говорить о том, что их было много, их было много. Ну и здесь, когда Христос повелевает, чтобы они перешли из, значит, оставили человека, освободили его, перешли по просьбе этих бесов, перешли в стадо свиней, здесь тоже очень важный момент. Во-первых, мы встречаем здесь то наличие стада свиней, говорит о том, что это была языческая страна. Ну да, иудеи, они не выращивали, не прикасались, для них это была нечистая, запретная тема. И гробы, очень важный момент, гробы тоже, это было нечистое место, к ним нельзя было прикасаться, и Христос в одном и другом месте, он говорит о том, что вы подобно окрашенным гробам, то есть прикосновение к гробу. То есть это были какие-то пещеры, гроты? это были пещеры, вырытые в возвышенностях. Да, и в этих гротах жил этот одержимый. но интересный парадокс происходит. Дьявол понимает, что это неизбежность, сейчас он должен будет оставить этого человека по приказу всемогущего Бога, он думает, что сейчас, он намеренно просит, почему, он говорит, пошли нас в сады свиней. Он намеренно это делает для того, чтобы как бы нанести материальный ущерб, и тем самым, чтобы вызвать негодование среди жителей, экономически, две тысячи свиней, это даже в наше время, а тогда это был основной источник дохода. Это был очень большой, серьезный экономический урон. И парадокс в том, что несмотря на то, что свиньи погибли, бросились с крутизны, они погибли, но история скажется о том, что благодаря тому, что он был освобожден, и они все знали, жители все знали этого города, знали, кто он был, и все боялись и обходили стороной, потому что пытались как-то усмирить его, но не могли. И то, каким он сейчас стал, и то, что он говорил, проповедовал, привело к обратному процессу и исходу. То есть они не то, чтобы отвергли Христа, да, вначале они попросили, но потом они, мы читаем о том, что они приняли Христа. Это стало живым свидетельством. Поэтому почему, и вопрос, важный вопрос здесь, почему Христос, и, казалось бы, странные вещи делает, Христос делает, или же изгоняет, не получив разрешения или не услышав просьбу от человека, который нуждался в этом. На самом деле, в другом месте мы читаем о том, что Христос, читая мысли человека, понимал, что дьявол, или бесы, в данном случае, сковали уста человека и не давали ему возможности это сказать вслух. Но Христос, читая сердце и мысли человека, он понимал, что он нуждался в этом освобождении, в этом исцелении. И Христос в этом усмотрел разрешение или мольбу Христа, услышал мольбу, то есть, прошу прощения, мольбу этого одержимого, чтобы Бог его исцелил. Удивительная встреча Иисуса, которая привела к тому, что жизнь изменилась радикальным образом. Здесь он одержим, скован, только ручит, в гробах. И встреча с Иисусом восстановила его статус, как будто мёртвый воскрес. Это напоминает историю возвращения блудного сына, который тоже со свиньями, тоже без надежды, скованный грехом. Но возвращение к Иисусу, встреча с отцом, восстановила его в правах. Сын был мёртв, и он ожил. Не в этом ли и заключается Евангелие, что Иисус восстанавливает жизнь людей, их статус, их положение, их здоровье, дарует им свободу, дарует им радость. Если можно здесь добавить такой очень важный момент. Когда читаешь эту историю, то такое ощущение, что как будто бы Иисус проиграл, Сатана победил. Потому что, да, Иисус побеждает, когда Он изгоняет бесов, но Сатана побеждает, когда свиньи погибают, и его люди просят уйти. Но в итоге заканчивается тем, что всё-таки Бог побеждает. То есть в наших ситуациях, да, может казаться, что Бог проиграл, то есть в некоторых ситуациях. Он побеждает тем, что Он далее идёт и проповедует людям. Да, да. Интересно ещё то, что если Марк начинает говорить о чудесах в синагоге, иудейский народ, то здесь это чудо происходит... В языческом местности. В языческом местности. То есть Иисус, Он нелицеприятный. Евангелие, оно не только для избранных. Евангелие, спасение, восстановление предусмотрено Господом для всех без исключения людей. Здесь ещё я бы добавил такой момент. По нашим представлениям, кандидат-миссионеры, так себе, скажем, этот человек, но благодаря тому, что ему было что рассказать, он был удивительным персонажем и стал великим миссионером. Пойди и расскажи, что Господь с тобой сделал. Суть Евангелия — это перемены жизни человека. И самый лучший аргумент в Евангелии — это то, как изменилась твоя жизнь. То есть добрая весит о том, что я это попробовал, и мне это было вкусно, мне это понравилось, это мне сделало другим. Попробуйте и вы. Если человек не может рассказать о опыте, как Евангелие изменило его в своей жизни, тогда он не имеет влияния этой Евангелии. А следующая история, мы продолжаем знакомство с Евангелия от Марка, пятой главе, с 21 текста мы читаем. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа, и он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря, «Дочь моя, при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним, «И за ним следовало множество народа и теснили его». Иаир – несчастный отец в отчаянии. Какие качества особенно выделяет Марк в этой истории, которая может быть характеристикой Иаира? И что произошло в этой истории? Ответил ли Иисус на просьбу Иаира? Произошло ли это чудо? Здесь мы видим, что такие руководители, как Иаир, они были как бы против Иисуса, они не были в дружеских отношениях. Они считали себя очень важными, гордыми. А здесь в этой истории мы видим, что Иаир смирился, что Иаир обратился к Иисусу, так как он видел, что нет выхода. То есть никто не сможет помочь, только Иисус. Здесь мы видим его качество смирения, самое важное качество – это смирение, вера, в то, что только у Иисуса спасение, только Он сможет помочь. И Он склонился даже перед Иисусом и умолял Его, умолял, чтобы Он спас Его ребенка. Ну и там люди, которые окружали Его, конечно, поняли, что для родителя самое важное – это ребенок. Да. Дальше история прерывается другим чудом. Здесь речь идет о дочери Иаира, которая при смерти. А дальше повествуется о другой дочери, о ее проблеме. Мы эту историю прочитаем чуть позже, но чем закончилась история с Иаиром и его дочерью? Когда Иисус говорил, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла. Что еще утверждаешь, утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им, «Что смущаетесь и плачете?» Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо было лет двенадцати, видевши, пришли великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. В этой истории тоже удивительная. Люди плачут, они скорбят, а он говорит, что она спит. Как это вызвало смех сквозь слезы, они смеялись над ним. Почему Иисус называет смерть, представляет смерть девушки как сон? Библия везде и всегда говорит, что смерть это сон, сравнивает смерть со сном, что он отдыхает, человек отдыхает до того момента, когда Господь воскресит его. И интересно здесь, что когда используется слово «талифа куми», «талифа», это как и зайчонок, так солнышко, как мы нежно иногда называем своих детей. Это нежное обращение, это нежное обращение «талифа куми», то есть «ягненочек», «солнышко», «зайчика». В этой истории, пока все изумляются, Иисус говорит им, чтобы дали ей есть. То есть они забыли о том, что она может быть еще и голодная. Как вот это чудо и вот то, что произошло, характеризует Господа? Какой урок практически мы можем извлечь из этой истории для себя? Бог заботится обо всем, в том числе и о наших физических нуждах, в том числе. Для него это тоже очень важно. То, что иногда, может быть, мы и некоторые люди могут впасть в некую крайность, что больше мы должны заботиться о нашем духовном человеке, о духовном составляющем. Но здесь этот важный момент. И тот факт, что в известной молитве Господней тоже есть «Хлеб наш насущный» говорит об этом факте, что для Господа эти нужды важны. Спасибо. И вот по пути к дому Иаира произошла другая история, которая задержала на некоторое время Иисуса, почему и пришла весть о том, что ему уже не нужно идти, потому что дочь умерла. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, тоже там 12 лет девушки, 12 лет женщине, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней и не получила никакой пользы, но пришла еще худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. и тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратилась в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, чель, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Как это, что за проблема была в жизни этой женщине и что ввергло ее в такое отчаяние, что она скрываясь, не говорит, а надеется хотя бы прикоснуть. Что за проблема и как эта проблема характеризует эту женщину, ситуацию и в чем было чудо и что залогом этого было? Здесь мы снова встречаемся с этой мыслью или с этой идеей, что Господь готов и желает вернуть человека не физически мертвого, но ее ситуация, можно сказать, что она была мертва, потому что 12 лет страдали кровотечением. Что это значит? Мы, может быть, не до конца понимаем это, но это означало, в те времена, это означало, что ты должен был жить отдельно, потому что ты нечистый, ритуально нечистый. Она не имела права уходить в общественных местах. Ни в коем случае. Прикасаться к чему-либо, ко всему, к чему она прикасается, становилась нечистым. Если это посуда, нужно было либо ее разбить, если забинет горшок, либо вымыть нужно было и так далее. То есть все ко всему, что она прикасалась, к одежде и так далее. То есть она, по сути говоря, не могла даже быть матерью, а в те времена быть матерью это значит ты состоялась как личность и как предназначение жизни. Да, жизненное предназначение исполнила свое. 12 лет, представьте себе, в такой вот ситуации находиться и здесь она еще усугубила эту ситуацию еще тем, что она потратила все, что у нее было. Все свое состояние она потратила на врачей. И ничего не помогло. Проблема не решилась. Написано в Библии, что она пришла в еще худшее состояние. И вот находясь вот в таком и морально подавленном состоянии и физически истощена и обнищав, она, по сути говоря, идет на самые крайние меры. Потому что, представьте себе, здесь намеренно Марк подчеркивает, что толпа теснила. Это означает, чтобы протиснуться и подойти к Христу максимально близко и прикоснуться к Нему, как она это сделала, это значит сделать нечистыми всех остальных. И теперь Христос, это прекрасно, он прекрасно это понимает, но Христос намеренно заставляет и повторяет несколько раз, чтобы она публично заявила о том, что, по сути говоря, она теперь сделала нечистыми тех людей, которые должны на 7 дней уйти и закрыться, потому что их сделала нечистыми не по своей воле. И вот в этом состоянии, но Господь намеренно так это делать. Почему? Очень важный момент. Во-первых, Он должен был подчеркнуть для нее самой, что ее спасла не одежда Христа, а ее вера. Что потом, спустя какое-то время, она не сказала, или не подумала, или после нее люди другие, которые, услышав ее историю, не сказали, о, так это же спасла одежда, давайте я буду кусочек возьму одежды, или кусочек кости, или чего-нибудь, каких-то мощей, да, и буду прикасаться, это будет мне давать. Здесь Христос намеренно и ей, и всем, подчеркиваю, это важно, тебя спасла не одежда, не прикасывая вера. В конечном итоге спас Господь. Ну да. Да, но основанием, но условием спасения, спасения чуда, это вера. Как похожа эта история на истории многих наших знакомых, друзей, которые болеют, и которые израсходовали все средства, обошли всех врачей, и которые не помогли, и тут человек в отчаянии говорит, ну, и тогда я решил прийти к Богу. К сожалению, люди приходят к Богу только тогда, когда чувствуют свою беспомощность, неспособность повлиять на ситуацию, и тогда они понимают, что только чудо может спасти их. Тогда, когда можно прийти к Богу без того, чтобы ты был больной, или нуждался, или скованный. Две истории. Чем они похожи? Что объединяет две истории в воскрешении дочери Иаера и восстановление, исцеление вот этой женщины, даже имени, и одной, другой, мы не знаем, кто тоже 12 лет страдал кровотечением. Что общее в этих историях? Здесь вообще мы наблюдаем интересную такую особенность, которую мы находим у Марка, это история в истории. То есть история не заканчивается, мы видим еще одну историю, которая заканчивается в середине, и продолжается история, с которой началось все. Да, эти обе истории объединяет то, что и там, и там, по сути говоря, они вернулись к жизни. И там физически буквально вернулись. Но и здесь тоже она вернулась к жизни. Поверили. Вера, да. Удивительно, что люди, начальник синагоги Иаир верит, и настолько верит, что говорит, ты просто скажи, одержимый, даже бесы, и те признают Христа Господом. Ну, а как, видя и слыша об этих чудесах, свидетели этих чудес, жители родного города Иисуса относятся к Иисусу? Шестая глава. Оттуда вышел он и пришел в свое Отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он сын Марии, брата Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнились о нем. Иисус уже сказал им, не бывает пророк бесчестия, разве только в Отечестве своем и у сродников и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки и селил их. И дивился не верю их. Потом ходил по окрестностям, селениям и учил. Удивительный парадокс. Люди, которые не знали, не знакомы, мало знакомы или не знакомы с Иисусом, они верили и в их жизни происходили чудеса, но почему в городе, который жители знали его с детства, и там были родственники и знали такие подробности из его жизни, почему он не мог совершить никакого чуда в своем городе. Неужели это ограничивает божественную силу спасителя? Нет, просто эти люди удивлялись его силе, успехам, потому что они как бы завидовали Иисусу, что они не могут быть такими, если так говоря, нашим человеческим языком. Даже в наше время люди, если видят, что ты не пьешь, не употребляешь алкоголь или ведешь здоровый образ жизни и так далее, то многие как бы завидуют тебе, ну и могут как-то относиться из-за этого плохо. Но есть люди, которые наоборот, хотят быть похожими на тебя, они вот даже плохие слова при тебе не говорят, у меня такой тоже был случай, там или например они там выпьют где-то в стороне и они извиняются, что вот или предлагают тебе что-то безалкогольное, сок какой-то. Но такое противление общества, оно обескораживает, а это приводит к тому, что человек принимает решение, ну если вам это не надо, если вы не хотите, если вы не верите, то зачем я буду вам это делать. Но Иисус, несмотря на это противление, на эти насмешки, на это неприятие, неприязнь и даже родных, он продолжает делать то дело, совершать ту миссию, ради которой он пришел. И мы завершаем наше исследование историей, которая описана в шестой главе, проблема, с которой столкнулся Иисус и его ученики, и как эта проблема была разрешена. Множество народов, Иисус видит, он жалился над ними, потому что были как овцы, не имеющие пасыря, и начал учить их много, и тем временем прошло много времени, и ученики приступили к ним и говорили, место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти, чтобы пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо нечего есть. Проблема, много, тысячи людей голодные, им интересно слышать, что говорит Иисус, там была нагорная проповедь, важные истины, но при этом они не имели возможности куда-то пойти и куда пойти, потому что это должны быть продовольственные базы, чтобы накормить такое количество людей. Как Иисус решает эту проблему? Иисус совершает известное нам чудо, известное чудо под названием насыщение пяти тысяч, то есть многих чудес мы можем забыть, но это чудо точно помнится всегда, как Господь совершает это чудо. Интересно, что здесь, после того, как Господь совершил это чудо, сразу же рождается в этой толпе среди этих людей желание сделать его царем. До сих пор Он совершает чудо, различные чудеса и воскрешение и исцеление мы читали великие чудеса сделать, но никогда у них не было желания сделать его царем, а сейчас покормили, накормили и сразу желание будет. Хороший царь, который заботится, который может накормить в любое время. да, да. Да, и интересно, что Господь совершает это чудо с новым, показывает, что Он, или они не понимают миссии Христа. Миссия Христа не в том, чтобы накормить, хотя это очень важно, не в том, чтобы исцелить, потому что это тоже очень важно, да, но миссия Христа не стать царем здесь на земле, сколько его миссия освободить его от рабства греха, дать ему жизнь. Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Вот в чем заключалась миссия Христа. И, к сожалению, многие забывали или видели то, что хотели видеть, или хотели сделать то, что они думали, как представляли, каким должен быть царь. То есть Господь совершает чудеса не для того, чтобы изменить какую-то сторону жизни, улучшить здоровье, улучшить материальное положение, среду и обитание изменить. Цель Господа совершить самое великое чудо в жизни человека, это сделать человека гражданином Царства Божия. Дорогие друзья, Иисус сегодня тот же Господь, который жалился над множеством, видя нужды множества людей и совершая чудо в их жизни, сегодня Он видит обстоятельства жизни и наши. Может быть, кто-то болен и в отчаянии, что никто из врачей не может ему помочь. Может быть, кто-то имеет материальные затруднения и не тому, кто бы решил эту проблему. Может быть, человек скованный какими-то зависимостями, грехами, проблемами. Может быть, в ваших семьях такая буря, как на том Галилейском море, которое заставляло в лодке тонуть. Господь тот же усмиряющий буря, повелевающая стихия и решающий проблемы каждого человека. Но помните, что для того, чтобы это чудо произошло, важно верить и прийти к Господу. И помнить о том, что самое главное чудо, которое Господь желает совершить в моей и твоей жизни, это изменить жизнь, изменить характер и сделать тебя и меня гражданами своего царства. Почему бы нам не открыть свое сердце и не попросить совершить это чудо в нашей жизни? Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твое желание сделать гражданами царства Твоего. Ты все сделал для этого, Господи. Благодарим Тебя за Твое желание восстановить нашу жизнь, Господи, и сделать ее в соответствии с теми принципами, которые изложены в Слове Твоем. Господи, просим Тебя, помоги нам своей жизнью показывать, что мы действительно являемся Твоими детьми и желаем следовать за Тобой, Господи. И помоги нам своей жизнью свидетельствовать о том, что Ты уже совершил многие чудеса в нашей жизни. Благослови нас в этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны за Ваше участие в изучении Священного Писания и искренне желаем Вам и Вашим близким и родным особых благословений от Господа. Господь да сохранит Вас, даруя Вам силы, здоровье и мудрости. Всего доброго, до встречи, до свидания. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова